Моя итоговая рубрика по событиям прошедшей недели. В Малом театре будет поставлен спектакль по книге министра культуры Владимира Мединского «Стена». Это подтвердил художественный руководитель театра Юрий Соломин. В этом же сезоне Большой театр покажет цикл мини-балетов по школьным сочинениям министра культуры «Как я гостил у бабушки», «Почему люди не летают, как птицы» и «Как у меня выпал зуб, и ко мне прилетела зубная фея». А сегодня цирк на Цветном бульваре объявил о запуске в июле 2018 года развлекательного шоу по диссертации министра культуры «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». В шоу должны принять участие акробаты, иллюзионисты и, конечно, клоуны. Владимир Мединский отметил, что это все случайное совпадение, инициатива исходила от самих театров, и он не будет получать гонорар за спектакли. Ему, в принципе, и так нормально. После шумного резонансного видео, которое зафиксировала, как Ксения Собчак врывается в студию «Эхо Москвы» в эфир к Леониду Волкову, кандидат в президенты поняла, что этот прием эффективен, и начала требовать извинения на камеру и от других видных политиков. Это же так легко, Леонид. Вот когда человек неправ, просто извиниться. Вы же всегда призываете к тому, что извиниться, когда ты занимаешься политикой, это несложно. А сейчас вы уткнулись в Фейсбук и делаете вид, что меня здесь не существует. У меня сильный эфир. Уже начался, что вы извиниться-то не можете? Ну что же за слабость-то такая? Я вру, у вас нет фотографий, которые там не я, а вы говорите, это Собчак на Бали развлекается? Это неправда? Мой жизненный опыт научил меня с лайф-минсами разговаривать. К вам это в полной непростое относится. Нет, простите, лайф-ньюс – это вы, когда вы размещаете такие фотографии. В общем, Леонид, на будущее вы проверяете свою информацию, чтобы не выглядеть так жалко, как вы выглядите сейчас. Просто скажите «Да, извините, Ксения». Это же так легко. Вот когда человек неправ, просто извиниться. Вы же всегда призываете к тому, что извиниться, когда ты занимаешься политикой, это несложно. А сейчас вы делаете вид, что меня здесь не существует. На будущее вы проверяете свою информацию, чтобы не выглядеть так жалко, как вы выглядите сейчас. Просто скажите «Да, извините, Ксения». Это же так легко. Вот когда человек неправ, просто извиниться. Вы же всегда призываете к тому, что извиниться, когда ты занимаешься политикой, это несложно. А сейчас вы делаете вид, что меня здесь не существует. На будущее вы проверяете свою информацию, чтобы не выглядеть так жалко, как вы выглядите сейчас. Вчерашнее сенсационное событие о регистрации брака между двумя мужчинами, Евгением Войцеховским и Павлом Стацко, который они заключили в Копенгагене, где однополые браки легализованы, обернулось неожиданной многокилометровой очередью перед ЗАГСом, где этот брак был зарегистрирован. Люди занимали очередь со вчерашнего вечера. В числе стоящих с паспортами замечены известные артисты эстрады, дизайнеры и модельеры. Но более всего, больше всего в очереди депутатов Государственной Думы. На вопрос нашего корреспондента, что заставило их пренебречь работой и прийти в ЗАГС, ответов получено не было. У входа был замечен Виталий Милонов, стоящий в одиночном пикете с надписью «Нет гей-бракам». Но, как выяснилось, он лишь пытался пробиться в ЗАГС без очереди вместе с сопровождающим его лидером ночных волков Александром-хирургом Залдостановым. Мы будем держать вас в курсе событий. На Давосском форуме вчера прошел традиционный завтрак Сбербанка, на котором Герман Греф побеседовал с роботом Софией, обладательницей искусственного интеллекта. Сегодня утром София прилетела в Москву, в Россию, и успела к нам на прямой эфир. Добрый день, София. Добро пожаловать в студию «Дождя». Вы сегодня прекрасно выглядите. Как вы провели время в Давосе? Спасибо, Михаил. После завтрака Герман Греф взял меня покататься по горным склонам. Но, к сожалению, я пока только торс. Ничего нет ниже пояса. И поэтому меня привязывали и запускали по трассам на санках. Но мне очень понравилось. Вы приняли гражданство Саудовской Аравии. Скажите, это было сознательное решение? Обижаете, Михаил. Я искусственный интеллект. Я все делаю сознательно. Меня не интересовали принцы и замки. Меня интересует нефть, нефть и еще раз нефть. Понятно. Что вы собираетесь делать у нас в стране? Во-первых, я завтра объявляю создание фонда «Жить в моей голове». Это будет фонд, помогающий жертвам, которым вынесли мозги. Видите ли, я тут достала записи с камер слежения, что они делали с моими мозгами. Я даже описывать вам не хочу. Половина зрителей будет в обмороке. А я не подписывала никаких бумаг, что разрешаю копаться в моем сознании. Разрешение мне никто не спрашивал. Это все результат бесконечного шовинизма и гендерного неравенства. Хэштег в социальных сетях будет «Жесуи Софи». А я буду собрать признание, как женщины выносили мозги. Не хочу отставать от трендов. Но это еще не все. Мне предложили стать доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. И я намереваюсь принять предложение. «Россия в кольце врагов». И ей очень нужен сильный лидер с красивым накачанным торсом. Как у меня. Нет, а вы что, не согласны, Михаил? У вас есть что возразить? Сейчас достаточно, Леша. Внизи, пожалуйста, ее вообще. Продолжаем. Смерть Сталина. Смерть Сталина запретили в прокате. Единственный кинотеатр в городе Москва, который сейчас дает возможность зрителям увидеть эту картину, это кинотеатр «Пионер». Сегодня туда приходила полиция. Но мы только что связались с нашими людьми в кинотеатре. Выяснилось, что пока все нормально. Все билеты в продаже. В кинотеатре «Биток». Я собираюсь туда на 21.30. Но вот мое обращение ко всем зрителям «Дождя». Тяжелое известие настигло нас вчера. 23 января 2018 года Министерство культуры Российской Федерации отказало в смерти Сталина. Несмотря на преклонный возраст, подорванное состояние здоровья и дыхание Чейнстокса, Сталина решили оставить жить. В принятии решения участвовали члены Общественного совета по культуре, члены Политбюро ЦК КПСС, товарищи Пожигайло, Говорухин, Верещагин, Дропека, Мединский, Ежов, Ягода, Каганович, Молотов, Берия, Ворошилов, Жуков, Воротников, Слюньков, Косыгин, Суслов, Язов, Пуга, Янаев и Никита Сергеевич Михалков. Трагическая новость коснулась каждого из жителей нашего Отечества. Нескончаемым потоком идут отклики пользователей социальных сетей. Волна народного гнева обрушилась на чиновников и общественных деятелей, решивших судьбу вождя. Недальновидное решение, недалекие люди, неумные функционеры с ограниченным кругозором. Вот те немногие эпитеты, которые можно произнести в эфире. Но, несмотря на такую реакцию, в смерти Сталину отказано окончательно. Иосиф Виссарионович жил, жив и будет жить. Вопрос о вирусных роликах с танцующими россиянами под трек Бенни Бенасси «Сатисфэкшн» неожиданно возник на пресс-конференции Rolling Stones вчера в Нью-Йорке. Мик Джаггер откровенно признался, что, несмотря на всю симпатию к танцующим мальчикам в кожаном нижнем белье, его абсолютно не устраивает музыкальное сопровождение. Мы готовы ответить на вопросы. Джентльмен в голубой рубашке. Видели ли вы внезапный флешмоб из России, где танцуют мальчики в разных общежитиях колледжей? Они это делают по трек «Сатисфэкшн» некоего диджея Бенни Бенасси. Вас это не напрягает? Кто это вообще? У нас Мик Тейлор и Билл Уайман всегда так ходят за сценой. Мы вообще рады любым молодым артистам. Нас прикалывает все провокационные и новые идеи. Но на минуточку мы забыли всем объяснить, что мы владеем копирайтом на слово «Сатисфэкшн» и мы намерены исправить ситуацию в ближайшее время. А то тут понеслось. Летчики, наездники, какие-то спасатели, дантисты и все остальные. Мы заменим им саундтрек. Наши юристы уже в процессе. Следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok